Одна из основных магистралей района геология будет заасфальтирована. В ближайшие дни в Нягоне начнется капитальный ремонт дорожного полотна от улицы Сутермина до Приобской. Данный отрезок пути от дома на работу Алик Наянов проезжает уже более 20 лет. В этом районе геологии живут практически одни старожилы. По хорошей дороге тротуаров до сих пор не было. Бетонка уже разбитая и сколько можно. И наконец-то я увидел, что что-то сдвинулось с места. Масштабные работы в районе геология развернутся в ближайшие дни. Кроме качественного дорожного покрытия для обеспечения безопасности жителей, здесь также появятся пешеходные зоны. Кроме того, будет произведена не просто замена инженерных сетей, появятся дополнительные трубы водоснабжения. Мы планируем сделать капитальный ремонт дороги. Соответственно, будут построены тротуары, будет построено освещение, будет замена водоводов, то, что идет вдоль дороги. То есть, чтобы потом не нарушить дорожный полотно, надо водовод, мы сразу поменяем. И улыбим его, соответственно, на точку замерзания 3 метра. Контракт разыгран у нас на 3 года, заключен. Но подрядчик обещает нам все практически 90% работы выполнить в этом году. То есть, от начала и до конца? От начала и до конца. Практически и полотно, и тротуары освещены будут в этом году. Протяженность капитального ремонта дороги по улице Жилая-3 составит чуть более 460 метров. Заканчиваться дорожное полотно будет разворотным кольцом, чтобы пассажирский транспорт смог беспрепятственно доезжать до конца маршрута. На период выполнения работ будет ограничено движение транспорта. Здесь уже людям придется немножко потерпеть. Но, действительно, дорога долгожданная. И она соединяет район геологии с районом западным. Будет организована уже в соответствии с нормами работы общественного транспорта. В конце улицы будет сделан заездной карман с остановкой, с освещением. Ну, то, как и должно быть. Капитальный ремонт дорожного полотна от улицы Сутермина до Приобской обойдется городскому бюджету примерно в 70 миллионов рублей. Однако старые плиты еще послужат. Часть из них будет уложена на участок возле спортивной школы «Геолог», которую посещает порядка 300 детей. Большая даже часть, наверное, детей, посещающих наш спортивный зал, это касается юниора, это касается геолога, проходит через эту жилую улицу. Это нам позволит сделать более комфортным посещение спортивных залов вот именно нашим деткам и их родителям. Если позволит погода, то капитальный ремонт дороги будет выполнен в срок. И уже осенью воспитанники спортшколы и жители нескольких улиц смогут беспрепятственно добираться до мест назначения. Елена Куксаус, Александр Рогеев, Нягонский телеканал, специально для телеканала Югра.